Привет, друзья! Так как сейчас в фикс-прайсе появились кое-какие недорогие новинки продуктов, и вы меня просили их продегустировать, то давайте вместе посмотрим, что же будет скрываться за дешевой ценой. Свинина тушеная. Написано «Люкс». Масса 325 граммов. Без консервантов. Торговая марка «Старорусские рецепты». В составе действительно есть свинина, есть кое-какие приправы, ну и также различные добавки, которые не все, к сожалению, натуральные. Свинина тушеная. Люкс. Стоимость 59 рублей. Изготовлена в Воронежской области, город Бобров. Первое впечатление от этой тушенки довольно-таки неплохо. Я думал, будет очень много жидкости, но, как мы видим, жидкости здесь не супер большое количество. И запах даже приятный. Пахнет действительно тушенкой. Посмотрим, что она из себя представляет. По внешнему виду это, конечно же, не настоящая тушенка, потому что нету мясной волокнистой структуры. Больше похоже на какой-то фарш. Не знаю, как ее точно готовили. В составе было написано, что здесь есть различные специи, в том числе и черный перец. Но вот во вкусе никакой остроты не ощущается. В самой структуре вот этой тушенки ощущается наличие каких-то там хрящей, жил, чего-то вот такого. Но это все очень, видимо, долго варилось, и поэтому отлично все жуется. Ничего даже выплевывать не приходится. Я вот честно признаюсь, думал, что эта тушенка будет вообще какая-то несъедобная. Но тем не менее, вот я съел несколько кусочков этой тушенки, и я даже, можно сказать, что полакомился этой тушенкой, потому что, ну, вкусовые качества у нее вполне неплохие. Конечно же, здесь в составе не стопроцентное мясо, да и куча различных добавок, но вот вкус меня приятно, я бы даже так сказал, что приятно удивил. А сейчас я вам хочу рассказать об одном очень полезном веществе. Это коллаген. Тот, кто следит за своим здоровьем, уже много раз слышал о коллагене. Когда организму не хватает коллагена, начинают выпадать волосы, болят суставы, появляются морщины, ломаются ногти, опускается овал лица и так далее. Организм начинает стареть. А все потому, что получить суточную дозу коллагена из обычных продуктов невозможно. Поэтому, чтобы восстановить и сохранить молодость, необходимо дополнительно принимать коллаген. Сейчас я принимаю коллаген от кофер в порошке. Мне очень нравится его приятный лимонный вкус. Раньше я принимал другой коллаген, и он по вкусу был каким-то противным. Коллаген может усваиваться только с витамином С. И здесь он уже добавлен в состав. Кроме витамина С, в составе есть еще витамин Е, витамин А, витамин Д3, витамины группы В, фолиевая кислота, биотин, цинк, гиалуроновая кислота, глицин, пралин, метилсульфанилметан и витамин В12. В комплекте есть мерная ложка. Растворяем ложку порошка в стакане воды. И принимаем во время еды. Коллаген кофер очень хорошо растворяется в воде. В отличии от другого коллагена, который растворяется гораздо хуже. А если коллаген хорошо растворяется, значит и усваивается лучше. Баночка кофер больше и весит 210 граммов. Да и коллагена в одной дозировке тоже больше. 6 граммов. Одна такая баночка рассчитана на 30 дней приема и уже через месяц будет виден положительный эффект. Коллаген кофер чистый и безопасный, что подтверждается сертификатом качества GMP. Переходите и заказывайте коллаген по ссылке в описании. Давайте продлевать свою молодость и красоту. Хрустим. Сухарики со вкусом сливочный лосось. Таких сухариков я еще не пробовал с таким вкусом. В составе масло лосося, порошок тунца и рыбный порошок. В целом состав не полностью натуральный. Есть еще различные добавки, но он не супер какой-то отвратительный. В общем, как говорится, есть можно. Сухари хрустим. Стоимость 18 рублей 30 копеек. Изготовлена в Московской области, город Кашира. Масса этой упаковки 40 граммов. Эти сухарики пшенично-ржаные, но ржаной муки здесь, видимо, больше, потому что цвет такой темненький. Попробую на вкус. Эти сухарики очень-очень хрустящие, очень рассыпчатые. Кушать их в этом плане хорошо. Также соли здесь, такое нормальное количество соли, немного и немало. В общем, хорошее количество соли. Но вот то, что они сделаны из лосося или с лососем, вот этого, конечно же, абсолютно не чувствуется. Мне больше показалось по вкусу, что здесь присутствует какая-то селенка. Ну и вот это вот сочетание лосося сливочного. Ну, что-то сливочное тоже тут чувствуется. И вот этот вот ржаной хлеб, оно как-то, ну, такое не очень сочетаемое. С белым хлебом, вот если бы здесь было больше пшеничной муки, такое сочетание было бы получше. Теперь попробуем паштет, но паштет этот необычный, потому что он сделан из филе тунца. Масса 100 граммов. Судя по составу, филе тунца здесь действительно присутствует. Также в составе очень много различных добавок, в том числе и искусственных различных. Крахмал картофельный, так что, в общем, конечно же, здесь не 100% филе тунца, очень много всего и другого здесь есть. Паштет из филе тунца, стоимость 39 рублей 50 копеек. Изготовлено в Калининградской области, город Светлый. Запах этого паштета чем-то напоминает паштет из куриной печени. По консистенции он тоже примерно как и паштет из куриной печени. Не супер, в общем, густой, я бы даже сказал. Ну, такая, в общем, средняя консистенция, бывает паштеты и погуще. Сейчас попробую на вкус. Во вкусе сильнее всего чувствуются пряности, а также еще присутствует кислинка. То, что это тунец, ну, вообще, вообще никак не скажешь, что это тунец, если бы вот мне просто его дали попробовать, я бы подумал, что это какой-то вообще веганский паштет, потому что вот он в пряности абсолютно все другие вкусы перебивает. А должен чувствоваться вкус самого паштета в первую очередь, а не то, что его перебили какими-то пряностями. Паштет, в общем, этот из тунца мне абсолютно не понравился, больше бы я такой не купил. Снэк энд гоу. Возьми с собой. Арахис спицированный сыр. Масса упаковочки 90 граммов. Состав не полностью натуральный, куча есть. Есть куча различных добавок, в том числе и красителей, и ароматизатора. Ядра арахиса жареные. Стоимость 29 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Подольск. Внешне арахис пожарен хорошо, его не пережарили. По вкусу этот арахис мне понравился. Он очень хорошо пожарен, прям вот идеальная прожарка. И по соли он тоже замечательно сделан, он не пересоленый. Но только что чувствуется, что этот сырный порошок, он не настоящий. То есть, как бы вот на настоящий сыр он, конечно, не тянет. Но, тем не менее, вкус довольно-таки интересный. Килька копченая в томатном соусе. Торговая марка Барс. Килька здесь балтийская, неразделанная. Масса 250 граммов. Состав полностью натуральный. Никаких особых добавок здесь нету. Но только что, вот каким образом была эта рыба приготовлена. То есть, она копченая. Ее действительно коптили или как-то, в общем, добавляли какой-то жидкий дым. Вот этого здесь, конечно, не написано. Есть еще такая интересная надпись. Ручная укладка. Не знаю, чем это лучше. По-моему, это только лишь усложняет и удлиняет этот процесс. Килька Барс. Копченая в томатном соусе. Стоимость 55 рублей. Адрес производства. Калининградская область. Поселок Родники. Рыбы здесь 125 граммов. Получается, что остальные 125 граммов это жидкость. В запахе больше всего ощущается что-то копчененькое. То, что здесь есть томатная паста, это чувствуется очень слабо. Ну и посмотрим, как выглядит сама рыба. Видим, что она вся ломаная, переломанная. Рыба не супер крупная. И то, что это ручная укладка, по-моему, абсолютно незаметно. Ну, если только взяли вот так вот рыбу и так вот ее все закинули. Вот весь смысл этой ручной укладки. Попробовал. И во вкусе, в отличие от запаха, сильнее всего чувствуется что-то томатное. А не копченое. Копченое тоже ощущается, но вот когда вот начинаешь только-только вот сразу пробовать, то что-то вот такое вот томатное. То есть, больше похоже на кильку в томатном соусе. Ну и копченое послевкусие тоже присутствует. Я думал, что эта килька будет вообще несъедобной, потому что она стоит довольно-таки дешево. Но, тем не менее, по вкусу мне все понравилось. Не скажу, что это прям вообще супер. Потому что она, конечно, очень мелкая, выглядит неприглядно. Но, тем не менее, по вкусу, ну, такой, скажем, даже выше среднего, я бы сказал. Протеиновый батончик с карамелью. Протеина здесь 15%. Говоря более простым языком, протеин это белок. И его здесь 15%. Основным компонентом в составе является концентрат сывороточного белка. Есть ароматизатор, но он натуральный. А также есть еще подсластитель сорбит. Протеиновый батончик стоит 27 рублей 50 копеек. Масса этого батончика 50 грамм. Попробовал этот батончик, и по вкусу он мне не особо понравился. Мало того, что здесь шоколад ненастоящий, он с заменителем масла какао. Так этот шоколад не особо вкусный. И начинка сама, она похожа на какой-то очень рыхлый пряник. Чувствуется, что там есть злаки. Но, в целом, какой-то вкус не очень приятный. В общем, еще раз такой батончик я бы покупать не стал. Он не очень вкусный. Воздушные зерна риса с цукатами в вафельном стаканчике. Такой стаканчик весит 35 грамм. На упаковке написано, что это сухой воздушный завтрак. Делается воздушный рис из самого обычного шлифованного риса. Состав здесь не 100% натуральный. Есть консервант и красители. Воздушные зерна риса с цукатами стоимость 13 рублей 70 копеек. Изготовлено в городе Омск. Выглядит как мороженое. Но только что здесь не сливочная пена, а здесь воздушный рис. Также видны еще вкрапления цукатов. По разрезу видно, что цукатов здесь совсем немного. Попробовал. Зернышки хорошие, вкусные и цукаты хорошие. Но только что, конечно же, на завтрак каждый день такую штуку есть не будешь, потому что очень много сахара. В целом вкус очень приторный. Но изредка как десерт можно покушать. По вкусу мне все понравилось. Сникерс. Это мой самый любимый батончик. Увидел его в фикс прайсе и не смог пройти мимо, чтобы не купить. Тем более, что цена на него там самая низкая. Гораздо дешевле он там стоит, чем в других магазинах. Масса шоколадки 50,5 граммов. Состав сникерса хороший. Здесь даже и вредного ничего нету. Шоколад здесь настоящий. Здесь масло какао, а не его заменитель. Сникерс стоит 39 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Ступино. Внешне сникерс выглядит точно так же, как и 30 или 25 лет назад, когда у нас впервые появились эти шоколадки. Они примерно так же и выглядели. Но я, по крайней мере, не вижу какой-то разницы, чтобы за это время они как-то поменялись. В разрезе мы видим, что здесь нуга, карамель, жареный арахис и шоколад. Попробовал на вкус. Замечательный сникерс. В общем, и карамель вкусная, и нуга. И самое главное сочетание. То, что здесь все хорошо сочетается. Например, вот если бы не было бы здесь жареного арахиса, то вкус был бы уже и не тот совсем. Так что за сникерсом можно смело идти в фикс прайс. Там он стоит гораздо дешевле, чем в других магазинах. Консервированная манго. Фруктотека. Сделана во Вьетнаме. Масса баночки 420 граммов. В составе манго вода, сахар и лимонная кислота. Консервированная манго. Стоимость 124 рубля. Вот такое количество манго было внутри. Ну и еще сиропа осталось тоже приличное количество. Примерно где-то треть банки, может даже чуть побольше, сироп. Ну, раз это манго из Вьетнама, то думаю, что оно должно было быть бы суперспелым. Раз оно консервировано, оно, конечно же, мягкое. Да и в сиропе точно будет сладкое. Попробую на вкус. От настоящего манго вкус отличается. Настоящая манго вкуснее. Такое ощущение, что из этого манго, уже, видимо, когда его варили в сиропе, то уже весь вкус выварился. И он, это манго, в общем, не такое ароматное, как свежее манго. Есть можно, но вкус, конечно, от настоящего, от свежего, вернее, от свежего манго, он, конечно, отличается. И не в лучшую сторону. Родной, яблочно-вишневый, сокосодержащий напиток, осветленный. Ну, и так как этот напиток сокосодержащий, то сока здесь немного. И в составе написано, что минимальная объемная доля сока всего лишь 15%. Также здесь еще присутствует краситель и ароматизатор вишни. Но этот ароматизатор написано, что натуральный. Ну, и еще концентрированный сок моркови. Так что можно было бы добавить, что это яблочно-вишнево-морковный сок. Напиток сокосодержащий, стоимость 10 рублей. Изготовлено в Краснодарском крае, город Белореченск. Объем 0,2 литра. По внешнему виду он имеет небольшой красноватый оттенок. Сейчас попробую на вкус. Во вкусе, надо сказать, сильнее всего чувствуется вишня. Яблоко не особо ощущается. А также чувствуется кислинка. Скорее всего, что это из-за лимонной кислоты. Пить такой сокосодержащий напиток вполне нормально. Не сказал бы, что он какой-то противный. Думаю, что для своей цены качество вполне хорошее. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.